Девушки отдыхают 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 Выбивают мяч Выбили мяч в аут игроки Из пяти хаток Гроздями на сетке повисли Болельщики команды Кобра Усилив такое моральное Давление на соперника На их половине Наблюдая за своими За своими ребятами В атаке Три в одного могут сыграть Сейчас в пяти хатке Получается Не сделал вовремя передачу Тайм аут Тайм аут просят Сразу тайм аут берет Василий Сухомлина Нужно как-то через стандарты Попытаться разыграть Будут Готовят какую-то комбинацию Тайм аут просят Тайм аут просят Тайм аут просят Выходят игроки на поле Просит судья вернуться на площадку Игроков команды пяти хатки Для розыгрыша стандарта Посмотрим какую комбинацию Василий Сухомлинов Предоставил своим Подопечным И как они справятся С розыгрышем этого стандарта Дальний удар Пас был под удар Но очень высоко Полетел мяч Небольшая пауза в игре Ждем возвращения Круглого На площадку Вот Алексей Тинета возвращает мяч И себя на поле Возобновился матч Удалось Не удалось обыграться в стеночку Но тем не менее Мячу Кобра Сохраняет мяч Кобра Демид Евсюков с мячом Передача на партнера Но не точная Пока много Брака в действиях Обеих команд На первых Минутах матча Не точные передачи Алексей Тинета Отдал мяч своему коллеге И здесь И будет вводить мяч Арсений Сухомлинов В борьбу Отдается мяч Толчок фиксирует Арбитры Без Ишахов Это и будет С мячом Проходи туда Вперед Вводи игрока Отыгрывается через воротаря Не находя партнеров Для продвижения Вперед И Арсений Немножко тут ошибся С передачей Кстати Команда Кубра Меньше всех Голов пока пропустила На турнире После двух матчей Всего Один пропущенный мяч В ее пассе Так что Алексей Тинета Пока что Самый надежный воротарь И сейчас Едва не попал Дальним ударом В ворота Алексей Команда ХФТИ Тоже Оборона Надежно действует И воротарь Матч против Морозовки Отыграли на ноль Футболисты ХФТИ Сейчас Болезненный удар Получил Нет Нормально Все Встал Футболист Пятих А так Два фола У Кобры Сейчас Арсений Сухомлинов Хорошую Отдал передачу Контролирует Мяч Футболисты ХФТИ Обострение Не удается Хорошо пробить Там Овчан Владимир Пытался Попасть В ворота Алексей Тинн Это дальний Заброс Делает Хорошо Принял Мяч Данил Добреля Вот Опять В контратаку Бежит Владимир Мовчан Блокирует Его продвижение Теперь Данил Вовенко Атакует Ворота ХФТИ Пас На Димура Панкратова Арсений Сухомлинов Фиксирует Мяч Но Получает Какое-то Повреждение Сегодня Уже За локоть Держится Арсений И Повреждение Повреждение Падая Падая Повреждение Более Более физически Крепки Крепки Ребята Из Кобры Выигрывают У них Борьбу Вот Опять Перехват И Нарушает Правила Десятый Номер Команды Нету Продвижения У команды ХФТИ Вперед Запрессинговали Играть Через Заднего Запрессинговали Конечно Футболисты Кобра Своих Оппонентов Но Четыре Фола Уже Заработали Ребята В белых Футболках Рискуют Нарваться На Шестидесятиметровый Штрафной Удар Пытался Забросить На своего Партнера Игрок Шаха ФТИ Но Не точная Оказалась Передача Через Алексея Тенет Отыгрывается Сау Игрок Команды Кобра Пока Пока не удается Создать Остроту Ворот Команды Кобра Ребятам Из ЮСШаха ФТИ Мяч Не вышел Со штрафной Площадки Нужно Повторить Ввод Теперь Дальний Ввод И выбрал Алексей Тенет Здесь Борьбу Выиграл Игрок Пятихаток Но Мяч Остается У Кобры А вот Вводит Алексей Тенет Неудачный Ввод На подборе Играют Партнеры По команде Они дали Развить Контератаку Команде ХФТИ Арсений Сухомлинов Получает Мяч Хорошая Передача В край Но Теряет Мяч Его Партнер Угловой Зарабатывает Кобра Смену Нужно Производить На своей Площадке Предупреждают Игроков О правильности Смен Хорошо Сейчас пробил Второй Номер Это Никита Собчук Если на первых Минутах Команда Пятихатки Низко Встречали Своих Соперников То Сейчас Пытаются Делать Это В центре Поля Но Пока Не удается Им Отобрать Контролирует Мяч Кобра О Сейчас Ошибается Никита Собчук Но Исправил Сам Свою Ошибку Один Там Игрок Пятихаток Пытается Прессинговать Одному Сложно Что-либо Сделать Против Троих Соперников Сейчас Хорошо Перехватили Мяч Но Опять Потеря Много Потерю Команды ХФТИ Здесь Неудачное Падение Болезненное Повреждение Получает Демид Евсюков На руку Упал Демид Но уже Все Все уже Хорошо Демид Боец Возвращается В борьбу Поддерживает Своих Партнеров По команде Не оставляя В меньшинстве Надо было Встречать Сейчас Конечно Игрока Стояли Футболисты Хадисы Шаха ХФТИ Просто Стояли И смотрели На своих Оппонентов Девятый Номер Спокойно Распоряжается Разворачивается На мяче И поражает Богдан Явдошенко Ворота Забивает Гол Команды ХФТИ Мяч Забил Богдан Явдотенко Уходит Уходит Команда Кобра Пока Ничего Команда ХФТИ Выразительного Не получилось Возле ворот Соперников Ищут Они Свою Группу Стопы К воротам Пока Ни разу Не удалось Им даже Потревожить Алексея Это не то Чтоб он Серьезно Вступил В борьбу Ошибается Арсений Сухомлинов При передаче И очередную Атаку Начинает Кобра Перехватили Мяч Болисты Пятихаток Но опять Неточная Передача И теперь Богдан Явдошенко Идет На ворот Арсения Сухомлинова Пока не может Остановить Кобру В их Атакующих Построениях Тяжело Конечно Ребятам Из Пятихаток Они Физически Уступают Своим Оппонентам Тяжело Бороться Но пытаются Пытаются Атаковать Сейчас Взяли Мяч Под контроль Но Дальше Центральной Линии Пока не Получается Им Продвинуться Вот Пытался Обострить Пятый Номер Ростислав Чичера Но Не Получилось У него Рост Своим Ракон Не надо Водящего Держать Думрата Рост И Держать Держать Рюм Рюм Привет Это Держать 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 длинный заброс прошел на богдана евдошенко контролирует мяч не удается перейти в атаку команде арсений сухомлина в очередной сейф совершает ошибка могут воспользоваться команда нет не получается долго принимал решение пятнадцатый номер дмитрий шептуха и момент упущен а джошенко тем же отвечает не смог завершить результативно атаку своеобразная а лаверды совершает и команда кобра но что-то тут уже сбилась игра у команды кобра но пошла игра на слоя более высоко встречает команда хафаты из пяти хаток и уже как-то борьба смещается в центр поля но этот тактический ход позволил задвинуть от своих ворот игру футболистом петель из пяти хаток ну пока пока вот в атаке не клеится у них игра теряют мяч алексеют интернете пока не не доводилось серьезно вступать в игру все его действия пока сводятся к воду мяча из аутов и розыгрышей мячи подключаясь пятым полевым вот хорошо сейчас разыграли на коротке комбинацию футболисты кобры но все-таки и ликвидировали опасность футболисты пяти хаток и не знаю что произошло сейчас с построениями команды кобра они потеряли свою ру да поди потерялась стройность их по построения и возможно перестали выполнять установку тренера футболисты кобры хотят побольше забить каждый хочет мы возможно побольше забить и из-за этого злоупотребляют индивидуальными действиями опять ошибка теперь кобра очередную атаку проводят сильно сильная передача не успел богдан евдошенко за мячом проходит по бровке прокинул себе на ход находит партнера диркач максим хорошо прошел по бровке но атака все-таки захлебнулась сейчас кобра вот ошиблись к в обороне вдвоем пошли прессинговать одного игрока не опасный момент но шестой не у них заломать и них не мог разве этого там с нарушением правил 5 фол зарабатывает кобра как бы алексею тянете не пришлось ступаю борьбу на полове 10 метровые по истечении первого тайма хорошо принял мяч у вас надо принял мяч девятый номер богдан евдошенко сегодня выделяется он в составе кобры и пятихатки в атаке ног сильный удар блокирует игрок команды кобра уже как-то стараются обострять командах афаты и игру в дальний удар уже но уже хоть что-то вырисовывать пробивал хоть какие-то удары в створ ворот в створ не попал ну хотя бы в сторону ворота ворота пробили все а время идет для ввода мяча уже и зрители соскучились по забитым голом и по красивым комбинациям уже как-то смялась игра у команды кобра немножко более острее стала действовать командах афаты и запаса силе и стали действовать да увидели что есть возможность у них бороться и как только активизировались футболисты хафаты и начали возникать проблемы такая бы я кобры такая борьба давида с голиафом на ближней бровке мимо надо развернулась но пока победил галяв не точную передачу арсений сухомлинов сделал новую атаку начинает кобра быстро будет алексей кинета используя на брюне не пробиваю есть до быстро воспользовались тем что соперники замешкались приводи из аута не перекрыли все зоны 40 становится счет вот так за продолжительное время команда кубра опять начала забивать посмотрим насколько сохранится эта тенденция в этой команде пять минут до конца мая и тайма снова на мяче алексей кинета ошибся в передаче контратаку бежит 12 номер хорошая передача передача и нам бы посмотреть как тут развивается ситуация первый раз сейчас серьезно вступил в игру алексей тинета и спас свою команду выход один на один был четырнадцатый номер команды хафаты за него кузьминка это игрок команды хафаты и своим соперником сейчас будет удар от алексея тинеты хорошее тенета распечатывает ворота ваша террориста не сухомлинов ошибся еще один вратарь у нас сегодняшнем не забивает голы до сегодня вратари отличаются результативными действиями анатолий натуре алексею еще нужно стремиться к результативности алексея нато анатолий даку трижды отличился сегодня в матче своей команды активно подключался в атаке и напомним его команда выиграл со счетом 32 0 желающий посмотреть настолько результативный матч может посмотреть его на сайте мфк феникс блок спорт точка куда голы там забивались каждые полторы минуты срегулировать не придется с разных точек были забиты голы правда с противостояние от морозовки особого не было но тем не менее результативность на лицо у нас счет 50 снова кобра активизировалась после забитого гола снова подключают алексея тени это нужно переходить на поле половину поля соперника хорошо сейчас комбинируют но не точный удар в исполнении 6 номера олега соломатина хотели таймал взять команды хав это и но забыли о том что щерпан да уже был был минутный перерыв который они просили в самом начале матча но в пятером на игру в пятером переходит команда кобра димит евсюков выходит в манишке решили отработать эту тактику да немножко пока да нужно настраивать игру в пятером команде кобра готова возможно это пригодится им при готове да таким образом готовятся к матчам плей-офф сейчас богдан харченко претенгует абонент оппонента выбивает мяч вот не дает построить атаку футболистом хав это и сейчас снова богдан харченко атаковал но на этот раз неудачно обыграли его ну партнеры подстраховали не до веры продвинуться вперед команде из пяти хаток данил добреля перехватил и забил 60 наказывает соперников за оплошность в обороне мяч забил да не добре полторы минуты до конца первого тайма счет 60 на табло ведет команда команда кобра 6 фол заработала команда куча придется поработать алексея кинете есть шанс забить гол 1 мать и медью сяков остается на воротах не меняют вратаря димит евсюков остается на воротах евгений чумыга пробивает рядом со штаном рядом с девяткой пролетает мяч не удалось не удалось на последних минутах этого мая тайма забить гол в раздевалку 40 секунд остается для команды кобра на реализацию последней из возможностей в этом тайме ну если пятым играть полевым значит нужно каким-то образом евсюкову переходить на половину поле соперника и он харченко прорывался к воротам но не успел ударить расстроен игрок угловой семь секунд до конца не успеет наверное разыграть долго долго возится с мячом закончился первый тайм и 6-0 пользу кобры а Продолжение следует... 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 В голевых ситуациях у команды «Кобра» стали набирать свои очки, отрываться дальше от команды «ХФТИ», пока безответные голы в створ ворот проследовали. Очередной разгром у нас приближается. Попробки прошел, обыграл соперника, но здесь уже в борьбу ушел. Попробки прошел, обыграл соперника. На мяче команда разыгрывает «ХФТИ», вводит из-за боковой, сложно им в ходе второго тайма. Одна из немногих возможностей перейти на половину пода соперника, но она обрывается быстро. Собрал, собрал тот сам за себя игроков. Игрок седьмой номер команды «Кобра», но все-таки нашел партнера через дом, отыгрывается. Ошибочка. Есть два в одного, могу сыграть команда «ХФТИ», но не получается, не проходит передача. Руслан Золотарь пытался отдать передачу на Максима Деркача, но перехватили ее футболисты «Кобры». Вот сейчас получается отобрать мяч. Опять Руслан Золотарь вышел на ворота и забивает гол пятый номер Ростислав Чичера. Открыли ворота. Да, открыли. Одна из комбинаций удачная в исполнении команды «ХФТИ». Хорошо, сейчас отобрали мяч с помощью прессинга и потом разыграли комбинацию. Ну, это, наверное, единственная тактика, которая может принести какие-то дивиденды команде «ХФТИ», поджимать и встречать повыше. Опять отобрали мяч, опасно было. Вот это может тактическая схема помочь команде немножко продвигаться в своих перспективах на этот матч. И мы видим, что продолжает защищать ворота команды «Кобра» Димит Евзюков. Не меняется он на Алексея Тинету. Ну, сейчас Данил Добреля выходит на ударную позицию и забивает. Счет становится 9-1. Да, воспользовался тем, что Арсений слишком далеко выдвинулся вперед. Выдвинулся вперед и немножко потерял ворот, а ближний угол не закрывал. Не успевал назад вернуться, грамотно распорядился Добреля в этой ситуации мячом. И дальним ударом пытался перебросить всех и вратаря, и игрок команды «ХФТИ», поразил ворота. Но их слишком высоковато. Нужно бороться до последнего. Здесь может быть ошибка. Сразу броску нести. Помоги, Муслан, в серединку. Заходи. Еще заходи. Еще заходи. Еще заходи. Постоянно. Ты мог когда-то меня бежать. Аня, до сюда иди. Заедешься, заедешься. 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 Пока сложно ориентируются игроки команды «ХФТИ» в игре и в продвижении вперед. Приходится отыгрываться, расстреливать своих соперников. Но, тем не менее, соперники не сдаются. Опять ближний угол едва не пропустил Арсений Суховенко. И дальние удары. Еще Арсений вступает в борьбу. Но пробивал второй номер Никита Собчук. Дальше продолжает владеть мячом «Кобра». Разыграли угловой с мячом Демид Евсюковым. Демид Евсюковым, разыгрывая через своего партнера по команде. Никита Собчук. Выбили у него мяч. Опять Демид с Никитой разыгрывали комбинацию. Но других они своих партнеров не видят. Решили сами обыгрываться. Василий Сухомлинов берет тайм-аут. Как и в ходе первого тайма, есть ему что сказать своим подопечным. Указать слабые места в обороне. Свои тактические установки также дает Николай Кравченко своим подопечным. Ввиду того, что они все-таки и ведут со счетом 9-1. Но тем не менее, есть Николай Кравченко, что поправить в атакующих построениях своей команды. Тем более, что нарабатывают пятого полевого игрока. И здесь нужно скорректировать действия его команды. И вот ошибка при вводе мяча позволяет перевести контроль мяча по команде Кобра. Ну и тут тоже небольшая ошибка при передаче. Кому же бросать? Вот все-таки открылся игрок. А продвижения вперед у команды ХФТ и нету. Отдают мячик без боя. Команде Кобра. Присутствие Кобры. В течение всего матча на половине поля соперника. Дает им возможность реализовывать это преимущество в голы. Снова через пятого полевого игрока пытается играть команда Кобра. Немножко хромает у них построение по сравнению с Фениксом. Руслан Галатарь с мячом был. Но потерял мяч и сейчас вдвоем на одного вратаря выходит. И Данил Добреля забивает свой очередной мяч. Продолжает Данил Добреля бороться за звание лучшего бомбардира турнира. Пять голов Данил Добреля уже забил в сегодняшнем матче. Половину голов своей команды. Удерживает, наверное, устойчивую тенденцию в забивании голов. У него было восемь голов после двух туров. И сейчас уже тринадцать. Очередной угловой заработала Кобра. Закусали они, конечно, своих соперников сегодня. Без шансов. Практически для ХФТИ проходит этот матч. Без шансов отличиться впереди. Один раз только им удалось забить. И пару опасных моментов создать. Высоко тоже встречает команда Кобра и воспользовались ошибкой. Добреля отдавал передачу на партнера. Но отбиваются. Отбиваются все-таки. Футболисты Пятихата. Арсений Сухомлинов забрал мяч. Точно ввел на партнера. Не удалось партнеру зацепиться за этот мяч. И Кобра продолжает свои атаки. Хорошо взаимодействует. И опять Добреля забивает гол. Шестой. Шестой в матче. Диннадцать один становится счет. И в очередном матче сегодняшнего дня перевалили за десятку. Опять Добреля отбирает мяч. Но сейчас Арсений Сухомлинов вовремя вышел из ворот и помешал Данилу продвинуться к воротам. Сейчас совсем разладилось. Игра у Пятихаток. И опять Добреля выходит на ворота. Но Сухомлинов варсений спасает свою команду. Совсем рассыпались. Футболисты построения. Да, не пошел им на пользу перерыв. Да, после перерыва ХФТИ хуже стали действовать. В первом тайме были моменты... В первом тайме ХФТИ на равных играла против лидера группы. Но сейчас не получается у ребят оказывать достойное сопротивление. Но тут фалят футболисты Кобры. И это первый только фол во втором тайме. У обеих команд достаточно корректно проходит борьба. Ну а в первом тайме мы помним, что Кобра превысила лимит командных фолов. Вот сейчас хорошая может быть возможность, но Дмитрий Шептуха не отдал ему время паса и выбили у него мяч. За долгое время команда ХФТИ перебралась на половину поля. О, есть, обыграл, обыграл. Но попадет нет, нет, не попал. Не попал Данилу в ворота пустые. Сразу сменил ее Данила тренер. Да, не хочет Николай Кравченко, чтобы транжирили даже такие моменты. Несмотря на большое преимущество в счете, требует максимальной самоотдачи и максимального результата в действиях. Опять. Хорошо, вдвоем обрываются и есть. И Данил Вавенко забивает гол. Через прием мяча одним касанием, но все-таки попадает в ворота Данил Вавенко. Данил Вавенко. Тоже один из результативных игроков в этом матче. Данил Вавенко. Что сейчас будет демонстрировать команда ХФТИ. Снова не получается у них ничего в атаке. Мы пытаются прессинговать своих соперников. Через центр проходит передача. Неудачно, неудачно. И Богдан Харченко. Не смог обыграть Арсения. Да, мог отличиться, но не позволил ему сделать Арсений Сухомлинов. Болезненная проблема Шнурков. Оставляет немножко сбивать темп игры. А вот шанс. Пробил поворотами. Успеет ли игрок достать этот мяч? Мимо мяч проходит. А он мяч проходит мимо. Да, мы помним, как Данил Добреля не попал в пустые ворота. Игрок команды Кобра. А сейчас игрок команды Пятихатки. Пробивал со своей половины поля, но тоже не попал. Буквально чуть-чуть в ворота. Да, в замирании. Вот еще один шанс для Пятихаток Штанга. После удара седьмого номера мяч попал в штангу. Иван Кравченко пробивал. Вот мы видим, как в первом тайме примерно под конец игрового времени осмелели игроки Пятихаток. Пришлось ступить Демиду Евсикову в борьбу каким образом. Так и во втором тайме под конец разыгрались опять иголики ХФТИ. Ну, такие провальные моменты были у команды ХФТИ. Такие подъемы, в связи с чем это связано, мы узнаем у тренеров во время интервью. Насколько удавалось команде найти свою игру, пытаться отревожить. Оборону соперников. Ну, смотрим, что на протяжении второго тайма полностью занял позицию в воротах команды Кобра Демидьевсюков. Алексея эти нету не выпускают каким-то образом. Николай Кравченко решает свои стратегические задачи на дальнейшие матчи. Вот Арсений вступает в борьбу, но тем не менее ее проиграют. Доскок позволяет Данил Вавенко пытался поразить пустые ворота, но снова мяч мимо проходит. Быстро вводит мяч из-за боковой команды Кобра. Иван Кравченко прорывается к воротам, но теряет мяч. На подборе команда Кобра на мяче. Данил Добреля отдает передачу на партнера. Хорошо в стеночку обыгрались. Это Никита Собчук прорывался к воротам, но заблокировали втроем его продвижение. Снова с мячом Кобра. Данил Добреля. Пас на Никиту Собчука. Теперь Димит Евсюков с мячом. Никита Собчук. Вот там справа был открыт партнер. Вообще один не смог замкнуть сейчас Богдан Харченко. Нарушили правила. Набирает фолл и команда Кобра. Всего лишь второй фолл в этом тайме корректно играет. За 4 минуты до конца этого матча. И уже пятым полевым пошли команда Пятихатки. Будет пробивание поворотом. Разыграли, подскользнулся Иван Кравченко, остался все-таки с мячом. Атакуют, атакуют. Димит Евсюков уже лежа уторожает мяч. Забирает Димит мяч верховой. Два воротаря столкнулись на противоположной стороне поля. Сейчас атака развернулась. Уже там воротаря нету. Не успевает Арсений оттянуться. И залетает мяч в ворота. Все-таки добиванием через штангу. Данил Добреля снова отличается. Мяч забил Данил Добреля. 13-1. Да, поражает сегодняшний день результативность матчей. Да, уже за сотню перевалило, наверное, количество забитых мячей в третьем туре нашего турнира. Ну, в дальнейшем, думаю, таких результативных матчей уже будет поменьше. Все-таки начнется пора решающих игр. И там более внимательно будут действовать в обороне команды. Ну, и не будет... Просто группы сформируются больше по усилию и качеству команд. Не будет таких разрывов в классе. Димит Евсюков идет в атаку. Отдает на Данила Добрелю. И Данил... Нет, на этот раз не удается ему забить. Богдан Явдошенко подбирает мяч. Классная передача на Добрелю. Нет, Арсений Сухомлинов не дает забить свой очередной мяч Данилу Добрелю. Подключается Димит Евсюков. Подключает команда Кобра. Обыграет Данил Добрелю соперника, но никто не замыкает его в прострел. Да, такое сочинение просит воспроизвести Николай Кравченко. Что я делал на поле. Что полезного ты сделал для команды. Слабо пробивает игрок пятихаток. Был шанс поразить пустые ворота. Ну это как в песне про крылатые качели, где будущее спрашивают, а что сегодня для завтра сделал я. Таким образом Николай Кравченко спрашивает, что ты сделал для своей команды, чтобы сегодня команда победила. Болельщики ХФТИ активизировались на последних минутах. И на кураже пытается команда ХФТИ. Поймать команду Кобра на последних минутах этого матча. Ничего не остается, как только каким-то позитивом закончить этот матч в команде ХФТИ. Запомнится. И... Руками Арсений Сухомлинов пытался... Он играл, да, все нормально. Играл во вратарской, только в чужой. Увлекся. Это очень хотел, видимо, забить. И... Остается 15 секунд. Будет ли удар в исполнении команды Кобра? Не, мяч уходит в аут, так что... Похоже, уже окончательный счет ясен. 13-1 в пользу команды Кобра, которая выигрывает свой третий матч на турнире. Занимает первое место в группе А. Будет бороться за кубок Ланевского. А команда Дюссэшаха ХФТИ переходит в кубок золотой середины. Дюссэшаха ХФТИ Субтитры создавал DimaTorzok Комментарии по итогам игры. Я видел, что вы пытались разную тактику применять, что получилось, что не получилось. Здравствуйте. Хочу бы поблагодарить. Спасибо организаторам за такие игры, за праздник. Для нас это, честно говоря, всегда хочется прогрессировать. Поэтому, ну, можно так сказать, что хотели бы, наверное, нашим деткам, которые постарше, дать возможность себя проявить. Но они, не знаю, скажем так, настолько волнуются. Нам кажется, что у наших троих старших ребят волнение, наверное, такое впечатление, что они попадают сразу на чемпионат мира. Поэтому мы пытаемся сначала спокойным каким-то подсказом рабочим на планшете показать. Ну, поэтому где-то понимаем, что в тренировке у них что-то это получается. Притом они играют, эти детки, они играют с восьмым годом. И у нас трое их пято, ну, по соглашению, скажем так, с клубами, что нам разрешили их заявить. Вот. Ну, они, к сожалению, настолько волнуются, не могут себя проявить. Поэтому мы уже во втором тайме, в начале попробовали их, у них снова не получилось. И мы перешли на игру, скажем так, с пятым, с восьмым годом. Ну, в конце, я думаю, всем понравилось. Детки реально, скажем так, старались. Где-то что-то получилось. Ну, будем работать, будем тренироваться. Спасибо. Вам тоже спасибо, да. Спасибо. Спасибо. Хорошего денежка кому? Нет. Николай, пожалуйста. Николай, с победой вас. Спасибо. Спасибо. Поздравляем вас с победой. Спасибо. Что можете сказать о матче? Получилось реализовать задумки? Ну, игра была просто, ну, не знаю, ну, явно слабый соперник. Дали поиграть, как видели, тем, которые в основном сидят на лавке, и те поиграли. Единственное, кто играл все время, это Добреля, так как у него жажда гола, и жажда получить статуэтку. Он мечтает, он же два раза останавливался на том, что одного мяча не хватало, и ему забить. Его я оставлял. Ну, а так игра, ну что. Почему вратаря не выпускали во втором тайме? А у нас Евсюков всегда играет пятым игроком. Вот, это раз. И второе, он за восьмой год в турнире Жеребкина играет у нас вратарем. Так что не думайте, что он просто так вышел. Да, и именно он великолепно выполняет роль пятого. Спасибо.